Мы продолжаем наш эфир и сегодня у нас в программе гости из России артисты Озерского театра кукол «Золотой петушок». На прошедшем в Караганде фестивале «Кукляндия» был показан спектакль, как Маша поссорилась с подушкой. Сегодня у нас в студии Светлана Трофимова-Ерохина и Роман Соловьев, а также маленькая Маша и Тявка. Утро доброе! Доброе утро! Спасибо, что уделили нам время в вашем плотном графике. Как ваше утро? Отличное утро! Супер! Морозное и свежее. Как вам у нас в Караганде? Какие ощущения от города, от людей? Нам очень все понравилось. Нам понравилось, что нас везде встречали с улыбкой, всегда все во всем помогали. В любое место заходишь, попросишь вызвать такси, тебе обязательно вызовут. То есть абсолютно посторонние люди. Нам это очень понравилось, очень душевно. А как вас приняли зрители? Ой, зрители прекрасно. Дети аплодировали, смотрели. Поцелуйчики нам посылали. Средыхали, да. Показывали сердечки такие. Фестиваль Кукляндия, который организует театр музыкальной комедии, рассчитан еще и на обмен опытом между театрами кукол разных городов и стран. Что нового вы смогли увидеть и почерпнуть? И считаете ли вы, что этот жанр популярен у маленького зрителя? Этот жанр безусловно популярен у маленького зрителя. Потому что, говорите, сердечки отправляли. Да, да, да. И это, мне кажется, в любой стране. Нам было очень любопытно увидеть гостей из Азербайджана. Очень интересный у них спектакль был. Мне вот очень понравился. Познакомиться с театром Астаны. Мы никогда не видели тоже их творчество. И, в принципе, я так понимаю, что мы все занимаемся одним таким общим важным делом воспитания детишек. Да, ну, конечно, театр кукол это еще и взрослое, для взрослых тоже искусство. Но, тем не менее, мы начинаем всегда воспитывать маленького зрителя. Кстати, вот город Шымкент. Я никогда не слышала про такой город. Ну, вот теперь я знаю, что там тоже один из крупных городов Казахстана, город Шымкент. И там тоже замечательные ребята. Мы вчера прощались, просто обнимались. И они приглашали нас к себе в гости тоже. Да, и в Шымкенте сейчас тепло, кстати. Да, они, кстати, говорили, что у них теплее. Значительно. Дети вот как никто чувствуют правду. Их очень сложно обмануть. А вот в кукольном жанре есть какие-то особенные приемы, чтобы ребенок более глубоко воспринял материал, спектакль, сказку. Вы знаете, в любом жанре главное не врать. Просто вкладывать в свою душу и не обманывать. А если это обманываешь ребенка, ну, какое-то чудо, да, совершаешь. Чтобы они сделали так, как они это сделали. То это нужно делать так вкусно, чтобы они действительно подумали, что это чудо какое-то. То есть мы не занимаемся обманом, мы чудом занимаемся. Ловкость рук. Средством выразительности драматического актера является все тело. У вас все намного сложнее, потому что для вас маленький зритель слышит только ваш голос и максимум, что видит ваши руки. То есть это намного сложнее. Вот мы с Леной бы хотели попробовать, насколько сложно управлять куклами, да? Да. Вы можете нам... Хотите, попробуйте. Машу и тявку, и мы попробуем. Лен, ты кого возьмешь? Наверное, Машеньку возьмем, наверное. А я возьму эту милую собаку. Держать сразу за все... Можно за руку не держать. То есть можно одну ручку, например, взять. Можно, да. А тявка добрая? Тявка добрая. Или она может погавкать на Машу? Нет, мы друзья. Мы друзья. Да? Нет, мы друзья. А ты меня кормишь? Привет. Вкусные косточки? Да не вкусняшки ты у меня кушаешь. Он какой-то справненький-то. Ты что? Ты что, тявка? Вот. То есть ты меня сейчас назвала толстым. Я обиделся и ухожу от тебя. Справный такой тыковка я тебя назвала. Ну, да. Ну, любя, любя. Давай обнимемся. Давай, давай. Хорошего тебе дня тявка. Ну, побаловались, Лен. Давай дадим кукол в руки профессионалов. Мы видим, как нужно нам на самом деле управлять. Вот. Вам тявку. Так. Вот здесь, а вот этот крючочек, он... Это вообще... Сейчас я покажу. Хорошо. Она ходит благодаря этому крючку. А, вот у меня проблемы были с... А-а-а. Ты голову не держала, видишь? Она мило ходит, очень такая забавная девочка. Вот. А ручками она может посмотреть, почесаться, тряхнуться. Все как живая, да? Вот, как живая. Ну, это еще просто куколка такая она... А я максимум сделала, что... Да. Ну, и, конечно, ну, вдохнуть можно. Это вот сейчас показывайте грусть. А как показать веселье? Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. А тявка нам что-нибудь изобразит? Тявка, допустим. Стой! Кто идет? Тише, тише, тявка. Это же я, Маша. Маша? Ага. Маша! Маша! Тише, тише. А что ж ты не спишь, Маша? А у меня кровать неудобная. Одеяло кусачье. Подушка душная. И вообще, я на нее обиделась, вот и спать не иду. Да, и это правильно. На кровати спать неудобно. Лучше всего спать в конуре. Ляжешь на подстилку, свернешься колечком, морду под хвост, ап, и такие сны тебе снятся. Сон, видимо, снится. Она уличная собака. Ну вот как тут не поверить, да? Ну вот как тут не поверить? Мне самому интересно, чем это закончилось. А тявка, как уличная собака, наверняка любит палки грызть. Она любит палочки, косо. Да, любит косточки, палочки. Проверим. Я знал это, поэтому приготовил. Подготовился, да? Приготовил вот такую вот палочку. Ну, посмотрим, как тявка возьмет палку. Ну-ка, тявка, держи палку. И то есть и так тоже можно? Оп. Ой. А, ну-ка, ну-ка, еще разок. Ну-ка, держи палку. Чуть-чуть. Неудобно ли здесь. Ну, браво. Да. Хорошая, хорошая, хорошая собака. Замечательно. Замечательно. Да. А сейчас предлагаем вам небольшую блиц-игру. Будем задавать вопросы поочередно. Просим отвечать максимально коротко и лаконично. Драматический театр начинается с вешалки, а кукольный? Я думаю, с рук. С вахтой. Что происходит во время спектакля, о чем никогда не догадывается зритель? Ой, там все очень интересно, лучше это не смотреть. Интересно. Какая мотивация у актеров, что им движет? Любовь. 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 Что нужно, чтобы актер был счастливым? Работа. Много-много работы. Аплодисменты. Какие факторы необходимы, чтобы спектакль был успешным у деток? Там должно просто все сложиться. Да, там и режиссеры, и партнеры. Все должно просто сложиться. То есть и художник, и режиссер, и актеры, и бутафорский, чтобы все сработало на одно целое. И желание. Должен ли актер оставаться внутри ребенка, чтобы быть понятым зрителем маленьким? Да. Безусловно. Любите ли вы сюрпризы? Если да, почему и нет? Тоже почему? Потому что мы дети, мы любим сюрпризы, конечно. Если бы вы были супергероем, то какие суперспособности бы вы хотели, чтобы у вас были? Я бы хотела сделать так, чтобы детки никогда не болели. Ой, а я про театр думал. Хотел сыграть сразу много ролей в одном спектакле. То есть? Один, да, сразу. Чтобы я был подмерз. Ну, это была мечта у меня с института. Ну, это такая. У нас в гостях были артисты Озерского театра «Кукол, золотой петушок» Светлана Трофимова-Ерохина и Роман Соловьев.